Год в сапогах. Традиционно 1 октября по всей стране стартует осенний призыв. В Чувашии долг родине должны отдать более полутора тысяч молодых людей. Об особенностях этой призывной кампании в нашем следующем сюжете. Сухопутные, десантные, ракетные войска. Чувашские ребята представят все виды вооруженных сил. Восточный военный округ, основное место службы, на втором месте западный. В учебной части планируют направить около 500 человек, будущих сержантов и командиров. Для нас показатель того, что наши призывники пользуются авторитетом, пользуются спросом. Почему? Потому что они подготовлены, они более терпеливые, более выносливые. Потому что сержантские школы, так называемые, мы называем сержантские учебные части, подразумевают повышенную нагрузку. Службу по контракту выбирают все больше человек. Между тем, в этом году повестки не смогли вручить почти 2000 человек. Причем полторы тысячи прописаны в Щебоксарах. Таким у колонистов под достижение 27 лет выдают не военный билет, а справку. Им запрещено работать в государственных и муниципальных органах, а также в силовых структурах. Тех, кто получил повестку, но не дошел до военкомата, наказывают по всей строгости закона. Плоть до тюремного заключения. В целом, за прошлый год у нас было 56 человек, таких уклонистов, которые были оповещены и не прибыли. То есть они нарушили закон. Весной и летом 13 человек было, сейчас не знаем, сколько будет осенью. Но судя уже по то, что 13, конечно, значительно меньше. Условия службы год от года улучшаются. Современные бонусы для солдат, персональные, электронные и зарплатные карты, сим-карты для звонков без роуминга. Кстати, с 1 января 2017 года студентам среднеспециальных учебных заведений предоставляется отсрочка на весь период обучения. Реорганизации ждет и система военкоматов республики. Их станет 12. С 1 декабря ликвидируется отдел военного комиссариата Чувашской республики по Урмарскому и Козловскому районам. И эти два района, Урмарский и Козловский, присоединяются к Цивильскому и Красноармейскому. С центром в Цивильске. Накануне старта осеннего призыва проходят инструкторско-методические сборы с участием председателей призывных комиссий и силовых структур, военных комиссаров, медицинских работников. По итогам собрания обозначат пути решения существующих проблем и наметят курс дальнейшей работы. Татьяна Леонтьева, Игорь Зверев, Республика.